ЗАХОДЯЩЕ СОНЦЕ СВЕЖЕГО ПОКОЙНИКА 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 Продолжение следует... Здорово, Баська. Ты чё тут делаешь? Торговал ведь в лавке там. А, выгнал меня хозяин. Сам торгует. Говорит, время вот тяжёлое. Ну ничего, я подкаплю деньжат, свою лавку открою. Всё там будет по чину. Они с жуками да тараканами, как у этого... этого. А старый где сторож? Никифорович тот. А, не слышала? На днях тут был случай. Убил он бабу одну. Его в полицию-то и увели. Как убил? Такой был мужик добрый. Всё леденцы давал. Да вот представь-ка. Приходят на заутренню, а он сидит на паперте. В руках нож церковный, у ног баба какая-то. Так, церковный нож-то мне и нужен. Из новых. На окраине недавно поселились. Не знаешь ты её. А Никифорович-то бормочет и бормочет. Глаза-то выпучил. Ух, страх какой. Надеюсь, он не от работы сторожем-то умом поехал. А куда его увели полицейские? Говорят, в город. В большой отдел какой-то. В чердень, значит. Ага, туда, куда-то так. А где нож, которым он бабу-то убил? Не знаю. Полиция забрала, наверное. Угланы из Вильгарта поглядеть на него хотели. Хватились, а ножа и нет в церкви-то. Я тебя помню, колдунья. Ты мне тогда помогла, денег дала. Я всё помню, не смотри, что старушка. Говорят, вам, колдунам, покойники нужны для черномази. Так тут недавно прямо на паперте умерла баба одна. Убили. Мне покойник нужен, который от болезни страдал. Лихорадочный. Есть такие уезды наши. Ой, чё, я слышала. В кольчужном селе объявилась лихоманка. Всех портит, гибнет народ. О, Господи, помилуй. Значит, в кольчуге смогу найти нужного покойника. Здесь лежат церковные пожертвования. Кажется, все разглядывают молодожёнов. Так что деньги можно незаметно стащить. Привет, Василиса. Спасибо, что не оставила. Да уж я тоже замуж хочу. И не за волка. О, Василиса. Ну, спасибо, что спасла. Ещё сочтёмся. Избу надо будет строить. Так я тебе такую излажу. Во! Не верится, что мы до церкви добрались. Спасибо за всё, Василиса. Наконец пришёл день, когда у Абдерихи нет надо мной никакой власти. Ну, разузнала про предметы нужные? Нет ещё. Давай выясни всё, а потом и церемонию начнём. Ну, Васька, ты прямо знаменитый в приходе моём стала. Уж не думал, что невесту твою подменённую увижу. Видать, не зря ты тогда по святцам имя выбирала. Тогда ты помогла деревне с этими полями. Отвела беду. Я тебе шанижик прикупил, как узнал, что ты сегодня будешь. Держи вот. Ты меня давно знаешь, батюшка. Помощь твоя нужна. Знаю, не одобряешь ты нашего с дедом ремесла. Да только мы и добрые дела-то делаем. Сам знаешь. Ну да. И такое бывало. Отдай полотенце престольное. Тоже для дела доброго нужно. Ну-ну, доброго. Я бы, может, и отдал, да только нет его. Забрал дьячок мой. Ему-то зачем? Да-к, строит из себя не знам о чём. В Пентег пошёл. Там, говорят, в церкви чудить стало. Вот он и решил помочь. А я тут за него отдувайся. В Пентеге, значит, церковь от нечистого спасает. Ну даёт Савелий. А как в уезде? Не болеет никто? Чё-то да, слыхал. Только нечего слухи распространять. Я тебе не перехожая нищенка. А пасхальный ножик не дашь? Это чё, тебе шуточки, что ли? Да нет, я... Знаешь, Васька, придёт день, и терпение моё кончится. Ну, разузнала про предметы, ну... Кажется, я поняла, где нам их найти. Славно! Начинать, Венчание? Да, начинайте. А я круг начерчу. Да Александра поджидать буду. Тогда за дело. Кажется. Кажется, я тебя не увидела. Вот, просто. Очень грустно. Я неслучаю. Жалёвeno. Все это... Из церкви доносятся торжественные звуки молитвы. Вы отгоняете невеселые мысли и расхаживаете по кругу в ожидании Александра. Раз уж он начал портить свадьбу, то должен закончить начатое или, по крайней мере, попытаться. Он не заставил себя долго ждать. Василиса? А, это ты, проклятый колдунишка! Из-за тебя мне пришлось не знамо сколько по лесам скакать. Удивлена, что ты осмелился закончить начатое. Думаешь, сейчас меня одолеешь? Послушай, я хочу объясниться. Ты поймешь, почему мне так нужна книга. Ну хорошо, говори, что хотел. А потом я решу, как с тобой быть. Прости меня, я виноват перед этими людьми. Поверь, я хочу им помочь, я сделаю им подарок на свадьбу. Подарок? Сделал уже подарок. Если бы не я и не дед Егор, неизвестно, чем бы все кончилось. Да, я виноват, но надо было сразу тебе объяснить. Должен был, должен был. Книгу хочешь? Да, нужна, но для благой цели. Великой цели, достойной этого артефакта. Гладко сказываешь. Только с благой целью свадьбы не портят. Ты и сама колдунья, чертей целый амбар, так ведь? Не говори, что не оступалась на своем пути. Да, в этом я виноват, как и во многом другом. Но посмотри вокруг. Разве этим людям хорошо живется? Еще недавно крестьяне зависели от дворян. Были самым несчастным сословием. А теперь, что лучше стало, я хочу вам помочь, помочь всем людям. Хочу, чтобы черти встали на службу любому и каждому, выполняли всю работу. С черной книгой я смогу этого добиться. Представь, как будет прекрасен мир, где людей больше не будет обременять тяжелый рабский труд. Вы сможете заниматься искусством, наукой. И все благодаря этому. Да, этому открытию, которое лежит за печатями черной книги. Ты хочешь, чтобы и плуг бесы тянули? И плуг, и саху, и рыбачили, и охотились, чтобы на их крыльях человек летал, как птица. Из одного города в другой. Лучше, чем любые технические изобретения нынешнего мира. Мы войдем в новый век. Век, когда человек подчинил себе силы ада. Книга выполняет желание. Да, я знаю, знаю. Я сплету желание, как заговор. У меня уже есть наметки. Времена настанут прекрасные. Все смогут пожинать плоды новой эпохи. Хватит твоих росказней. Я все услышала. Предупреждаю, Василиса, я не отступлюсь. Сегодня ты сильнее меня, но так будет не всегда. Ты должна согласиться. Моя цель, то, как я использую черную книгу, это важнейшее из того, что мы, колдуны, можем сделать для России и мира. Так. Итак. Продолжение следует... Я не могу отдать тебе книгу. Я должна спасти своего возлюбленного. Что? Одна жизнь? Разве это важнее, чем моя цель? Я... Нет, не могу. Мне нужно обдумать твои слова, да и печати еще не все открыты. Отдай мне книгу. Я сделаю все, что нужно. Нет, не сейчас. Я не могу уйти, Василиса. Я уже не тот колдун, что был недавно. Тебе придется отдать мне книгу. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИ Twelve Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Думаешь, бесы сумеют кому-нибудь помочь? Они только портить и умеют! Разве книга не дает тебе силы спасти возлюбленных? Она может пригодиться всем крестьянам, не только тебе! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok